В эфире Радио Свобода, программа с христианской точки зрения, у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен памяти об умерших, поминовению усопших и совершенно конкретные связи с акцией «Бессмертный полк», которая в России проходит уже не первый год, которая выводит на улицы, выходит на улицы миллионы буквально людей, она проходит уже в десятках стран за пределами России, но далеко не у всех вызывает одобрение и сочувствие. И мне кажется, тут есть еще и именно христианская проблема, потому что поминовение усопших – это вообще один из основных отличительных признаков любой религии, или почти любой религии, скажем, осторожнее. При этом функция поминовения усопших с развитием религиозной жизни понижается, но не уходит. И давайте сперва дадим короткое видеоинтервью с протестантом, психологом Александрой Имашевой. Мне кажется, что самый главный плюс – это память о предках. Это то, что вытравили из нас во время советского строя. Страшно было? Вот в моей, например, семье. Ничего не рассказывали, потому что было страшно. Потому что это все не совпадало с генеральной линией партии правительства. И то, что это начало возрождаться, даже в форме бессмертного полка, скажем, это важно, мне кажется. Второй момент про бессмертный полк – это то, что в какой-то степени он объединяет людей. Но есть, к сожалению, и негативные, с моей точки зрения, черты. И главная негативная черта – это вот такая ползучая милитаризация общества. Войну превращают в карнавал. Моя подруга сказала, что было так весело. То есть просто весело. И мне кажется, что вот когда память о войне превращается в такую веселуху, вот отсюда и начинается. Можем повторить. И вот эти дети в военной форме, вот они меня как-то очень пугают. Потому что это немножко… Это имеет символический смысл, но символический смысл такой страшноватый. Как будто бы этих детей матери готовят на следующую войну. Немножко страшно, что он уничтожает память о войне, как о горе, боли и катастрофе. У меня папа мой воевал, но он очень молодым. То есть вот он окончил школу, и весь класс пошел на войну. По-моему, из их класса выжило трое мальчиков. Я помню, как проходили тогда, ну, как праздновали. Вот если бы кто-нибудь детей одел, то я думаю, разорвали бы эту маму. Ну, не разорвали бы, но… Ну, я не знаю, ну, просто решили бы, что она сумасшедшая, и ей в дурдом бы ее отправили. Потому что собирались однополчане папины, они просто сидели и выпили, запомянули умерших, и все. Я никогда не пойду на бессмертный полк, потому что мой папа не хотел бы, чтобы я с его портретом шла. Говорил Александр Имашев. У нас сегодня в студии двое, надо бы, наверное, сказать, христиан, но давайте еще уже протестантов, Инна Фризман и Юрий Сипко. Дело в том, что у нас по скайпу есть еще третий участник, Сергей Лапенков. Сергей Лапенков, тот человек, с которого в 2012 году началось именно масштабное движение бессмертного полка, человек, который ведет сайт, посвященный историям людей, участвующих в бессмертном полку. И Сергей Лапенков, когда я его спросил, как его представить, в смысле конфессиональном, мировоззренческом, сказал дважды крещеный агностик. Сергей, это как-то у вас получилось? Ну, непроизвольно, должен я сказать откровенно, потому что первый раз я был крещен в общине пятидесятников, христианей веры евангельской. Это было связано с некими размышлениями, наверное, о бытие, которые обычно охватывают людей, пережившие какие-то довольно суровые события. Для меня таким периодом была служба в Советской Армии, к окончанию которой я, в общем, начал задавать вопросы, что если есть вот это, должно быть что-то другое, что-то более, наверное, светлое и более разумное. И какое-то время, да, значит, я посещал общину пятидесятников, у меня были друзья, которые, собственно, меня туда привели, это были очень такие во всем остальном люди, не похожие на аскетов, хотя там определенное, конечно, вообще не существовал образ жизни, да, но вот я их знал как других людей, потом удивился, узнал, что они пятидесятники. Вот какое-то время я был там, и у меня есть друзья, многие из которых до сих пор такие вот, значит, живут этой жизнью. Есть, например, один мой друг, пастор в городе Томске, это мой университетский друг. Вот так я был первый раз крещён, второй раз я крестился в православной церкви в Санкт-Петербурге, потому что мой друг попросил, чтобы я был крёстным его детей. Выяснилось, что это не так просто, надо жить церковной жизнью, то есть надо быть человеком оцерковлённым, поэтому я до сих пор его детей не крестил, но сам крещён. Ну вот как-то так вышло. – Приношу извинения за православную церковь. Хотя, в общем, быть крёстным отцом – это скорее языческий обычай, кого-то из родственников и друзей звать в отцы. Но вот он у славян очень утвердился, и, пожалуй, русская церковь – одна из немногих, которая это сохраняет. И человек оказывается перед дилеммой – дружба или истина. Сергей, вы слышали, что говорил Александр Имашев. И то хорошее, что она сказала о «Бессмертном полке», и то, что она видит отрицательное. С чем вы согласны, на что возразите? Бессмертный полк – это, безусловно, история, которая возвращает людям память. И наблюдая теперь это немножко со стороны, я, кстати, должен поправить, извините вас, то начало, адресованное мне, потому что я только один из инициаторов. Идея полка принадлежала моему другу Игорю Дмитриеву, он живет в городе Санкт-Петербурге сегодня. И, в общем, в Томске в 2012 году мы втроем эту историю поднимали. Третий наш товарищ Сергей Колотовкин по-прежнему живет в Томске. И сайт сегодня – это забота круга людей, не моя персонально. Более того, как раз сайтами я занимаюсь в меньшей степени. Я такой, знаете, спикер гражданской инициативы, мне часто приходится говорить, поэтому я вот как бы невольно для многих людей стал таким чеком-автором. Это не так, да? Еще раз. Это не так, в том числе и потому, что у истории абсолютно народные корни. На нашем сайте можно найти примеры того, что было до Томска, до 2012 года. Это то, что мы узнавали затем, после, когда история действительно стала расти, после Томска. И благодаря тому, что к этой истории нам удалось подключить очень много хороших людей в других городах страны, с моих товарищей журналистов. И тем не менее, мы узнавали про эти истории и записывали их. И самое давнее – это город Новосибирск, 1965 год, школьный учитель Будаков, фронтовик. На линейку в 121-й школе его ученики пришли с портретами своих отцов-солдат. Так что вот это было очень похоже на «Бессмертный полк» на самом деле. И для нас эти истории дороги, потому что невозможно считать автором памяти. Это было бы очень самонадеянно, мне кажется, и несколько глуповато даже. Тем не менее, конечно, «Бессмертный полк» стал точком, который заставил людей обратиться к прошлому, вспоминать. И для нас эта история тоже была такой, история личных воспоминаний, потому что «Бессмертный полк» – вот мой, это мой дед, это моя бабушка, это мои, точнее, дедушки и бабушки в первую очередь. Люди, жившие в то время, и не все они были фронтовиками, воевал дед, он вернулся с войны без ног, бабушка его ждала. Вторая бабушка была актрисой, она выступала перед бойцами в госпиталях вместе с дедушкой, который тоже был актером. Поэтому это очень разные судьбы, но эти люди прошли через то время, и, в общем, они нам все дороги. Для нас история «Бессмертного полка» – это не история только фронтовиков или там только ветеранов армии и флота, это история поколения. И мы надеемся, что за вот этим витком памяти придут, да, мы, собственно, видим, уже приходит желание к людям вспомнить более давнюю историю свою и восполнить те пробелы, которыми, в общем, наша история полна в 20 веке. И, конечно, в общем, я на самом деле не возражаю ни по одному из пунктов, я скорее соглашаюсь. И, безусловно, мне очень не нравится, ну, лично мне не нравится карнавализация, которая происходит с «Бессмертным полком» сегодня. Но надо понимать, что это яркий, это очень заметный элемент, как любой бутон или любой бантик. Тем не менее, огромная масса людей, огромное число людей все-таки приходит в «Бессмертный полк» не махать флагом и делать селфи, а потому что это история, история их семьи. И этот день, 9 мая, День Победы, связан с вполне конкретными людьми, которые существуют в их родословной. Это так. И я очень надеюсь, что, несмотря на вот эту всю поверхностную шумиху, на этот несколько помпезный характер, который «Бессмертный полк», к сожалению, местами приобретает, это не изменит его сути. Юрий Севко. Ну, что сказать, кроме того, что аминь на слова двух выступавших здесь у нас в записи и по скайпу. Я, конечно, личную точку зрения хочу выразить все-таки, тем не менее. И она, с одной стороны, созвучна вот с этими негативными оценками. Карнавал такой устроенный, потом официоз, который привносит вот в это выражение личных чувств, личной памяти. Тот официоз, который разрушает, собственно, сущность вот этого прикосновения сегодняшних молодых людей к истории, к отцам и дедам. Я помню, когда вот эту ленточку вводили у нас, как некое выражение причастности к той победе. И я помню этот год, когда появляются эти ленточки, и я тоже взял их с чувством таким трепетным. И вот когда я их взял с таким трепетным чувством размышлять о победе, от прошедших годов, и о том, как эту ленточку использовать. Я представил себе, мне предложили где-нибудь на видном месте на автомобиле ее прикрепить. Я померил на антенну, я померил на ручку двери, я померил на бампер. Ну, это же ужас. Я сейчас выйду, и она сразу превратится в грязь. Но потом я оглянулся, и на автомобиле сплошь и рядом эти ленточки висят. Это именно так, в грязи. И мне сделалось тошно, и я эти ленточки никуда не привязал, и никогда я публично не показал, и больше я их не брал. Вот сейчас я вижу, с бессмертным полком примерно происходит то же самое. Нет буквальной грязи, но есть та грязь, которая вот здесь слышно была, типа там Читинского карнавала, когда там лагерь достали, когда там оделись в фашистские одежды, когда там начали глумиться над арестантами, когда начали изображать, как будто бы вот так все это происходило. Это какой-то идиотизм, который выливается сейчас на эти площади, на улицы, наши школьные дворы. И мы говорим, мы приобщаем к этой истории. Я вообще вижу, что вот этот процесс приобщения к истории, это всего лишь на все признание полной утраты перспективы. Полной, абсолютной утраты перспективы. В обществе отсутствует хотя бы какой-нибудь призрачный намек на то, кто мы есть как народ Российской Федерации. Какая цель наша общенародная? Когда-то еще говорили недавно, нас нужна национальная идея. Сейчас мы уже этого не говорим. Мы абсолютно повернулись спять. Наша национальная идея восстановления Советского Союза. Советский Союз единственным, чем в сознании наших людей отличается и примечателен и интересен, это победа в войне. Все остальное. ГУЛАГ, это красный террор, это голодомор, это ужасное давление на интеллигенцию, на религиозную свободу, на всяческую свободу. И мы сейчас выпущили вот эту вот победу, над которой я представляю, это просто пляска на кладбище, на могилах. Потому что здесь чувство вот такое, знаете, трепетное, когда я вспоминаю о своих дедах, о погибшем на войне, без вести пропавшем, дяде, которого никогда я так и не видел. Но не по улицам ходить мне с этим портретом. Это мои ощущения, я о них говорю. Поэтому вот этот шаббот, что сейчас устроен, особенно с таким, знаете, вот директивным форматом, когда исходит он с самого верха и демонстрация всех высоких фигур, вот идущих по площадям, действительно, мне кажется, она закончится каким-нибудь глубоким разочарованием. Потому что нету в этом акте созидательного процесса, нету в этом акте того позитива, который бы мне и современным молодым людям дал заряд жизни на то, чтобы созидать. Потому что здесь только лишь провоцируется агрессия. Здесь действительно возникает чувство сопричастности с теми, и мы, как ночные волки, рванем на Берлин. Мы рванем, понимаете, разрушать все, потому что у нас возникает чувство мщения. Мы его провоцируем. Наши деды погибались за то, чтобы быть свободными, а теперь это, понимаете, побежденная Европа живет припеваючи, а мы тут не знаем, кто мы есть. Я считаю, что вот разогрели вот эту акцию, безусловно, от недалекого ума и с глубоким и мрачным перспективе будущем, которая, если мы ее действительно хотим спрогнозировать, она вот вырисовывается перед нами, перед моим взором. Ну, можно, давайте оставим номенклатурный из-за расизма в стороне, а тем более, насколько я понимаю, Сергей писал, что он сам вот сейчас даже не ходит на эту акцию именно потому, что идет принудиловка, обязаловка, разнарядка. В вашей общине есть поминовение усопших? В общине у нас есть повиновение усопших. Это вот когда сегодня наши собратья и сестры почили, и мы вспоминаем их, как Писание говорит, поминайте наставников ваших, это вот предание праху-праху, это доброе слово. Какая-то совместная трапеза? Совместная трапеза, это только по гребальном процессе, буквально вот непосредственно по преданию праху-праху. Прошествие год, там 40 дней и никаких больше, особенно религиозных процедур не совершается. Мы понимаем, что земная жизнь, это вот она в видимом мире, здесь мы живем, здесь мы совершаем свои действия. Когда человек завершает свою жизнь, он переходит в мир и ночь, что называется, и здесь уже мы не соприкасаемся. Все остальное от некоторого невежества. И я думаю, что здесь большая, глубокая такая вот традиция, которая внедрена нам в российском сознании православия. Вот эти шествия с этими иконами, со штандартами, вот эти вот походы куда-то в пещеры к каким-то святым, вот сейчас оно сделано таким политическим подтекстом с теми же портретами. Абсолютно. Идея, которая в православии жила и на немногих взяла, теперь эта идея распространяется на светскую жизнь. Инна, в вашей традиции лютеранской что с поминовением усопших? Есть поминовение усопших. То есть, скажем, вот погибших в войну вы как-то поминали на 8 или 9 мая? Это как общая молитва? Да, общая молитва, да. Связанность с литургией, с богослужением? Да, связанность с богослужением. И это в Европе тоже у ваших единоверцев? Да, конечно. То есть вы в этом смысле ближе к католической традиции? Ну, я от лица православных скажу так. У меня к бессмертному полку, конечно, крестные ходы грешны. Грешны. Ходим. И на Пасху ходим. Но похороны не очень публичные действия. И когда я услыхал и прочел, что вот это делается для того, чтобы возродить память, у меня, собственно, главный вопрос, наверное, как адвоката, я был такой. А зачем выходить на площадь? Если у ребенка не было памяти о дедушке, сохранился фотоальбом, покажи фотографию. Зачем дальше расклеивать и выходить? Вот этот момент выхода. В православной церкви, конечно, каждый раз после литургии воскресной народ там ставит на канун кучью и так далее, поминает. Но это частный акт. Можно немножко затронуть не протестантскую, не православную, а не христианскую среду, а обратиться к иудаизму. Пожалуйста. В иудаизме праздники отмечаются так, как будто это действие происходит здесь и сейчас. Например, Пасха, Песах. Когда семья садится за стол, это вечером, это седр. Есть пасхальная года, то есть размеренная, повторяющаяся из года в год традиции. И эта традиция начинается с песенки такой Мани Штана, Халайл Хазе. Чем эта ночь отличается от других ночей? И начинается рассказ, когда вот маленький ребенок, самый маленький, самый младший ребенок задает этот вопрос, и самый старший за столом, дедушка, папа, начинает отвечать, что в эту ночь мы вышли из земли египетской, из дома рабства. А почему мы в этот день, в эту ночь едим только мацу, а не едим хлеб? И дальше идет библейский рассказ о том, что не успело тесто взойти, что пеклась лепешки бесквасные. И для чего? Для того, чтобы в каждом поколении каждый ребенок был сопричастен к выходу из Египта, к освобождению, к тому самому моменту. И вот эта вот общность, она воспитывается с самого начала, на каждый праздник. Ведь мы возьмем Пурим. А зачем нужно переодеваться в одежды Амана, Эстера, Сфири, Мордехая, и устраивать опять, 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 повторять один и тот же сюжет, как евреи победили злого Амана и вместо смерти получили жизнь? Ведь это опять же из поколения в поколение. При имени Аман нужно трещать трещотки и топать ногами, потому что это враг. А когда произносится имя Мордехая или Эстер, нужно хлопать в ладоши, потому что это герой. Вспомнить праздник Хануки, который посвящен Маковейским войнам. То же самое идет, рассказ сопричастен к тому, что произошло в 168 году до Рождества Христова. Наверное, вот то, что бы мы хотели нашим детям дать, это память, а это корни. Вот в момент распада Советского Союза как бы ушла идеология. Ну, хорошо, ушла идеология, наверное, та идеология была неверной и неверно насаждалась. Нельзя построить мир библейский без Бога на земле. Если посмотреть идеологию коммунизма, то, что они пытались сделать, это человек человеку брат и прочее, 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 друг, товарищ. Но при этом Бога нет. Вместо Бога Ленин был, Ленин жив, Ленин жил, Ленин будет жить. А что это такое, как не имя Бога? Он был, он есть, он будет. Но без корней, без памяти народ быть не может. И, наверное, Великая Отечественная война взята как какой-то отсчет времени именно потому, что она еще очень близко. Вот я, например, родилась через 13 лет после войны. И когда я родилась, моему дедушке было 50 лет. Он прошел всю войну, от 7 ноября 1941 года с Красной площадью ушел на фронт и вернулся в Москву в 50-м году, отслужив все, что может и где может. И его братья также были на фронте. 9 мая это был наш домашний праздник. Мы собирались все за столом, пели военные песни. Дедушки и дяди рассказывали о своих друзьях, о боях товарищей, как написано. Она поется в одной песне. Я на этом воспитанна. Но это было дома? Это было... Почему? Мы выходили так же на улицу. Ну, мы, конечно, не ходили с портретами. Тогда этого не надо было, потому что дедушки были рядом, дяди были рядом. Мы красиво одевались, потому что это был праздник. И вот это, опять же, традиция, да? Красиво одеться не для того, чтобы показать себя, для того, чтобы было приятно другим просто показать, что это праздник, это радость. Красивая одежда, хороший стол. Это, опять же, для меня, вот в моей традиции, это такой аспект радости, праздника. У меня погиб дедушка в 1942 году, еще один, второй мой дед. И всегда 9 мая мы его вспоминали. Вспоминали вот я, например, лично еще до того, что все эти полки были, до того даже еще, вот как только монумент поставили в вечный огонь, я каждый раз 9 мая ходила вечером туда, просто вспоминала деда, которого я не знала. Ну, о котором мне рассказывала бабушка и что-то папа. Хотя папа очень не любил рассказывать, потому что он был маленьким мальчиком, ему было 11 лет, 12 лет, когда пришла похоронка на деда, и, конечно, ему было тяжело. А бабушка рассказывала, несмотря на то, что она всю войну трудилась в тылу, на благо отчизны. Воспитывала детей, очень тяжело, конечно, это было. Дедушка не вернулся, но мои дети, вот у меня 11 внуков, и мои дети, они должны знать о них. Они должны знать, они должны сопереживать, они должны знать свои корни. Для этого обязательно выходить на площадь? А мы не выходили на площадь, мы не выходили на площадь, но портреты я сделала. Мы портреты, я сделала, и я рассказала детям обо всех наших дедушках, которые служили, которые погибли, которые просто были на войне. Без этого невозможно, без этого, без памяти нации не бывает. Иван, родство непомнящие, это очень слабый народ. Я спорить не буду, но продолжу это вот в каком тогда ключе. На всякий случай в нашей семье, в моей семье, 22 июня 1941 года, погиб мой двоюродный дядя Эммануил Шнейрсон на заставе в Молдавии. Ему было 19 лет. А 9 мая 1945 года погиб мой родной дядя Бер Гиндин. В Чехии, под Прагой, радист и грузовик налетел на отряд каких-то совершенно уже обезумевших эсэсовцев, которые прорвались на запад. Он там и похоронен. Мой дед воевал, отец воевал, второй дед воевал. В этом смысле получили по полной. Ну, может быть, главным героем была тетя Гита Гольдберг, потому что она в войну была начальником разведроты и ходила в разведку. И тетю Гиту надо было видеть. Вот. Но вот что я бы сказал. Именно потому, что не бывает народа без памяти. Пасхальный крестный ход, он очень похож на шествие бессмертного полка. Шествие бессмертного полка похоже на другой ход. Когда на 7 ноября шли с портретами членов Политбюро, Сталина, Ленина и так далее. Это был советский народ. Христиане – это генс христиана, как говорил один богослов второго столетия. Это род христианский, это особый народ. В нем нет ни еврея, ни грека, ни скифа и так далее. Поэтому у нас одна память. И шествие бессмертного полка очень напоминает пародию на крестный ход на Пасху. Когда портреты умерших, ну, это как в средние века, это их символическое изображение, они как бы воскрешаются, они как бы движутся. Но, во-первых, здесь попахивает кощунством. Во-вторых, это объединение вокруг все-таки трагического события, очень избирательное. И мой вопрос к Сергею, если можно, вот эта избирательность памяти, вот почему именно война? Неужели действительно в истории, ну, в столетней практически России под властью большевиков, вот кроме войны нечего вспомнить? Понимаете, вот слушая такие теологические определенные, значит, конструкции, которые объясняют или что-то опровергают внутри бессмертного полка, я вам должен заметить, что полк создавался людьми абсолютно светскими. Более того, журналисты, которые этот полк создавали, я имею в виду себя, моих товарищей, были довольно критично настроены к действительности. И это отношение для нас было чревато тем, что нашу телекомпанию в 2015 году в Томске уничтожили. Так вот, этот критичный взгляд на существо 9 мая заключался в следующем. Это тогда был действительно такой клон 7 ноября, 1 мая, я не говорю про то, что сейчас, я говорю про то, что вот тогда мы видели. И там не было человека фактически, вот главного героя этого дня, человека, фронтовика, его не было. То есть очень мало оставалось ветеранов, и вообще эта история возникла из того, что мы там с друзьями у Вечного Огня встречались. Это не было каким-то специальным решением, просто вот каждый приходил к Вечному Огню, приносил цветы, приводил детей, чтобы они смотрели на живых фронтовиков, понимали, что вот эти люди, День Победы, они этот толстый дядя на трибуне, который там до этого встречи выступает. Собственно, на эти митинги никто не ходил. Да, там тысячи три собиралось, и в первый же Бессмертный полк пришло больше шести. Это вот о неких побудительных мотивах. Еще 9 мая, потому что, ну, собственно, не было задачи взглянуть на нашу историю с высоты птичьего полета, выбрать какой-то ее эпизод, там или несколько эпизодов, и чего-то такое нагромоздить, похожее на крестный ход. Извините. Была другая история, совершенно другая. Это была история некой ностальгии по этому поколению уходившему. Потому что я очень хорошо помню 9 мая, другим днем, когда эти люди, а для меня с этими людьми во многом связано человеческое достоинство. И это люди, которые не просто там какую-то войну выиграли, это была рубежная война. Потому что на той стороне находился противник, задача которого было уничтожить. Нельзя ему было сдаться в плен. Ну, в исторической перспективе вообще нельзя, да, думать о том, что это было бы каким-то выходом. Или там подписать какую-то благородную капитуляцию, как это сделала Франция. Вы же понимаете, что наша страна была поставлена... Народы, жившие в нашей стране, не государственный строй Иосифа Сталина, а народы, которые жили в нашей стране, были поставлены на грани уничтожения. Уже славянские народы, во всяком случае. И не только они, разумеется, да. Все мы знаем, что такое Холокост. И поэтому вот это особенная война. И память об этой войне, как о войне с абсолютным злом для меня, да, это память о том, как человек победил тьму, во-первых. Во-вторых, вот превращение 9 мая в такой день, вы вспомнили тут политбюро, у меня есть знакомый Иван Курила, профессор истории университета европейского в Санкт-Петербурге. И он вот написал такой короткий пост, в котором как раз считает, что бессмертный поп, ну он осмысляет с точки зрения истории, конечно, да, это все, это такое антитоталитарное высказывание. Потому что не портреты маршала, не портреты политбюро люди несут, аж сколько бы там десятков на миллион не выходило со Сталиным, а несут портреты людей конкретных своих и говорят тем самым, что вот эти люди войну выиграли, вот этот человек, да. А не просто народ-победитель и плакатная история Дня Победы, она вот такая советская, всем тоже известна, в общем, памятна, да, там какой-то в профиль нарисованный неизвестный солдат. И надо понимать, что первый бессмертный полк, он был абсолютно аскетичным в Томске. Да и потом, до определенного периода, бессмертный полк был избавлен от бесконечного нынешнего украшательства, от флагов, от каких-то ряженых людей в военной форме или в похожей на нее там одежде, цвета хаки и так далее, да. Это была такая вот колонна людей просто. И при этом это была колонна тех, кто хотел туда прийти, потому что вовсе не обязательно приходить в бессмертный полк. И в городе Томске сегодня, например, в колонне очень много людей собирается, но огромное число моих земляков, они просто идут к вечному огню, так как они делали всегда, с семьями, с цветами, сами. Им никто не напоминает об этом, и многие из них несут портреты своих солдат. И я, конечно, не могу сказать уж тут с точки зрения, опять же, значит, некого культа, любого религиозного, хорошо это или плохо, там, тревожим мы тени мертвых или не тревожим. Я говорю о памяти человеческой, об очень простом явлении, да, которое для людей в том числе визуализируется вот в этом, в портрете человека, который в этот день с ними. Потому что у меня в семье всегда фотография деда 9 мая была на самом видном месте. И всегда этот день был его днём, в первую очередь, да, а потом уже там всё остальное. Инна, тогда, пользуясь тем, что вы лютеранской традицией верующая, вот в том, что говорил Сергей, я прошу прощения, с христианской точки зрения насторожил одно – абсолютное зло. Война как победа над абсолютным злом. Недалее, как сегодня, я читал немецкий текст о том, сколько бывших членов нацистской партии НСДП, сколько охранников Заксенхаузена, Оберштумбарфюреров и прочих работало в структурах ГДР. Десятки людей. В то время, как советская пропаганда бронила ФРГ, что там правят нацисты, в ГДР министр культуры, министр спорта. Ну, танковые генералы, вермахт практически, естественно, разделился между странами и составил костяк народной армии ГДР. Это понятно. ССовцы были, охранник Заксенхаузена. И я не говорю, что это плохо. Я говорю о том, что идея сама, что какое-то столкновение людей, какой-то человек может быть абсолютным злом, она христианина настораживает. Потому что абсолютное зло – это только оно и есть абсолютное зло. Естественно, а я никогда, и, в принципе, мы никогда не говорим, что задача была победить немцев, задача была победить идеологию фашизма, идеологию уничтожения, идеологию, которая несла, то есть она несла идею уничтожения народов, человека, личного. Я боюсь, что я здесь, можно, вклинюсь. Дело в том, что я тут скорее пойду за Куджавой, который крестился совсем уж перед смертью, стал, кстати, Иваном. В православии крестился. Зря это все было сделано, он больше, чем крещение, внесет в Царство Божие. Я Куджавой говорил, что он, ветеран войны, теперь понимает, что столкнулось два тоталитаризма, что он защищал один тоталитаризм. Идея уничтожения, почитаемый манифест Компартии, он ничуть не лучше, чем Майнкамф. Я не говорю сейчас о идеологии коммунизма или идеологии фашизма. Я говорю о том, что идеи фашизма воплощенной во Второй мировой войне было уничтожение народов. В частности, моего народа, народа Божьего. То есть в основу, и главное, что никто из европейских народов, кроме отдельных личностей, этому не препятствовал. Мало того, когда евреи пытались спастись в земле обетованной или обетованной, как кто говорит, англичане топили корабли, которые подходили к портам Хайфы, не давая евреям спастись, а пойманных возвращали в Германию. Ну, я тогда уж под серию замечу, что Эйхман из Вены направил письмо в Россию с просьбой принять 70 тысяч евреев, и мы ответили отказом. Так что все страны виноваты. Но, все-таки, тем не менее, лютеранство немецкого происхождения. Вы в Германии бываете? Нет. Принципиально? Принципиально. А как же с потоком евреев, которые едут в Германию уже 27 лет? Не понимаю. Вот, честно говоря, у меня очень много друзей живут в Германии, и меня постоянно зовут в Германии. Есть возможность хоть сейчас поехать и там быть, находиться, жить. Я не могу. Хотя я не могу сказать, что я не люблю немцев, что я не простила. Нету этого. И, слава богу, мы приходим в лютеранскую церковь, и совместное богослужение, и совершенно открытое церковь. А немцы к вам приезжают? И немцы к нам приезжают. Хотя у нас нету ненависти к человеку. Но есть нечто вот такое, что не дает, нет желания ехать туда. Я не понимаю, честно говоря, я не понимаю тех евреев, которые уехали в Германию. Я прошу прощения, слога на букву П начинается, на Е заканчивается. Прощение. Как у нас с этим Евангелие? И в реальной жизни? Примирение тоже на П начинается. Простила. Лично я простила. Прощение есть. Я не желаю им зла, но есть что-то внутреннее. Вот, знаете, бывает какая-то, доходишь до какой-то черты и понимаешь, что ты переступить не можешь. Может быть, это чисто вот психологический барьер, который просто нужно взять и переступить. Юрий Кириллович. Ну, я не еврей, у меня такого чувства нет. Но я думаю... Ну, славян тоже хотели уговорить. Да, но я думаю, что вот здесь коренится как раз то, что меня настораживает больше всего. Немецкая нация, ставшая фашистской, принявшая эту идеологию и поднявшая меч на, скажем так, всю Европу, да и на все царство. Вот эта страсть была. Это правильно. Тоталитаризм, который был рожден в Берлине, он был сродни тоталитаризму, который был рожден в Питере, в Москве. Это два тоталитаризма, схватившись на фронтах. Они, в общем-то, бились за власть во всем мире. Это была их страсть одного и страсть другого. Тот успел напасть первым, этому пришлось защищаться. Но если бы тот не успел первым напасть, напал бы этот, и тому пришлось защищаться. Я сейчас не об этом. Я сейчас хочу сказать, что немецкая нация, пусть под давлением мирового жандарма, но она переболела. И сегодня она относится к своим прошлым преступлениям как к преступлениям. Она сегодня обучает своих детей не с портретами Гитлеринга, который ходил, побеждая мир. Она ходит туда в печке-крематоре и обучает там детей, как нельзя жить. Я бы хотел, чтобы в нашей действительности, в реальной, тоже была бы не эта шовинистическая, победоносная, как говорят сейчас грубовато, победобесия, а было бы оплакивание миллионов наших сограждан. По-настоящему, по-серьезному, вот такая дискуссия, в которой мы бы говорили честно, глядя в глаза друг к другу, не боясь, что мы тут патриотические чувства, чьи-то оскорили, а по-честному. А что это было с 17-го года, начиная? С 17-го года, когда мы поднялись, весь мир насилия, мы разрушим до основания. И разрушили ведь, не весь мир, но разрушили свою родину, разрушили свою веру, разрушили свою традицию, собственно, идентичность свою разрушили. На пепелище вот этой войны, гражданской, голодомора, всего этого террора, белого и красного, мы сейчас хотим взрастить какие-то добрые семена. И опять же, трясем-то мы, чем трясем? Мы такие сильные, у нас такие ракеты, мы как шарахнем, брат ты мой, мало никому не покажется. По нашим городам и весям ездят наши ребята, и у них написано на Берлин, мне стыдно и плакать хочется. Но это разогревается, это разогревается, мозги-то отключены, и самое страшное, что вот во всем этом процессе массового психоза мозги отключаются, так же рождались фашистские молодчики, так же эсэсовцы ходили по площадям с факельными шествиями, с какими? С теми же самыми мотивами, мы покажем, мы этому миру покажем. Так вот, я за то, что нам надо не ходить с портретами, это действительно дело семьи. Когда вот моя собеседница, Инна Владимировна, рассказывала традицию еврейскую, я себе представляю, если бы евреи выходили бы и маршировали по площадям, они выходят в семье, собираются, это их внутренний, семейный, прописанный, такой вот, как Христос с учениками, тайная вечеря называется, когда он собрал с учениками и Пасху совершает. А это не такая демонстрация, потому что рабы вышли на свободу силой Божией, а они не с мечом разбили Египет. И они не ходили теперь вот так вот, тряся своим победоносием прошлого, они говорили снова и снова возвращаясь, Господь через жертву, через кровь Агнца дал эту свободу. Вот когда мы в нашей нации, в христианской точке зрения, глянем на эти процессы прошедшей войны и увидим, что война была следствием нашего волюнтаризма, тоталитарного, страшного режима, который уничтожал, мы сейчас оправдываем этого губителя Сталина, он сейчас у нас на знаменах, он сейчас у нас победитель в войне. Можно ли еще больше извратить историю, когда именно он вверг в эту войну нашу нацию, когда эти 42 миллиона погибших, а потом сотни тысяч безногих, безруких, людей, у которых было просто вот лишено жизни, это были жертвы войны, которую породил Иосиф Вицарионович вместе со своим политбюро. Так вместо того, чтобы сесть по-честному и сказать, что да, мы бы взяли себе и написали никогда больше. Не можем повторить, как сейчас, это такое, знаете, безумное просто, это безумное разогревание самых низменных чувств. А мы бы могли написать никогда больше. Никогда больше государство не поднимет руку на гражданина. Никогда больше государство не будет унижать человека за то, что он верой другой. Никогда больше государство не будет унижать человека, у которого какие-то особенности существуют. Никогда больше. Государство не поднимет руку и не пойдет на соседнюю страну войной. Так эти вещи нужно же тут осмысливать в поколениях. Тогда мы должны сесть дома, достать эти портреты и рассказать по-честному, да, они погибли там. Потому что Иосиф Виссарионович создал такой режим, который хотел утопить в крови всю землю. Потому что это же была идеология партийная, идеология коммунизма. Этот пожар раздуем на горе всем буржуям. Это же был наш гимн. И теперь мы делаем, что у нас ничего этого не было. А что же это было, когда мы взяли и сожгли всю страну? Мы должны взять и честно сказать, вот так была в нашей стране вот эта вот прививка того беса, который в Европе ходил. Помните, как Маркс писал, что призрак бродит по Европе, призрак коммунизм. Вот этот призрак мы впустили в нашу страну, и он нашу страну превратил во что? Это же страшные последствия. Убили интеллигенцию, убили всех маломали здравых людей, убили все священство, убили всякую веру, сожгли храмы, сожгли Библии. Что это такое? Вот на этом пепелище потом родилась война, о которой мы сейчас рассуждаем. Мы победили. Кого мы победили? Кого мы победили? 42 миллиона убитых только на войне. Это мы победили. Надо сидеть и плакать за каждого. Надо сидеть и плакать за каждого. Хотя честь победителям, тем, которые там остались или которые вернули, это не умалит нисколько. Это будет им созвучно. Потому что когда они пришли из окопов, когда они пришли из этой грязи, в которой они жили 4 года, вот в том холоде и в голоде, когда они убивали, когда у них разрушенная психика, когда они вообще не говорили об этом никогда. Потому что для них это было свыше сил говорить о том, что они видели. Когда они видели эти смерти, когда они смерть сеяли. Это разрушенное сознание. Нам надо исцелять. Нам надо исцелять. Наших детей надо исцелять от агрессии. Надо нацию нашу исцелять от агрессии. Нам нужно плач поднимать по убиенным, а не ходить, потому что мы еще можем повторить. Простите за мой пафос, но мне стыдно, что в отечестве нашем, в христианской стране, между прочим. Да ладно. Да ладно. Золотые куполна, кресты кругом. Понимаете, сейчас священников уже больше, чем порторгов было в СССР. Вы уверены? И они агрессивны. Да нет, ну ладно, Юрий Кириллович, ну пока еще меньше. Все замполиты стали православными священниками. Нет, не все. Военные, МВД, юстиц, все. Но все равно порторгов было намного больше. В военских частях, в университетах, во всех государственных учреждениях стоят часовни и священники. Часовни стоят, а священники. Во всех больницах, во всех колониях. Нету на территории России места, где бы ни стояла эта православная церковь. Можно слово вставить. Преодность, некуда попадете в Пафос. Преодность, Юрий Кириллович. Можно вставить слово. Просто война началась не в 41-м, война началась в 14-м. И в принципе, 41-й был продолжением войны 14-го года. Не были решены территориальные вопросы. Конечно, то, что было сделано в революцию, во все эти страшные годы террора коммунистического, это было осуждено в 56-м году. Серьезно? Ну, на партийном съезде. В секретном докладе. Никогда не было осуждено. Простите, что я вмешиваюсь. Никогда в истории нашей России это не было. Не будем забывать, что кто храмы рушил, кто священников убивал, те же самые люди, которые в эти церкви ходили. Кто-то их поджег. А почему в Польше осталось католичество, и храмы не были разрушены? У них Сталина не было. Они Дзержинского нам экспортировали. Нет, просто, наверное, если с христианской точки зрения, то Россия была крещена, но не просвящена. И настоящего христианства, в принципе, его и не было. Как и сейчас нет. Потому что, действительно, для того, чтобы принять Христа, нужно покаяться. А вот это очень тяжело почему-то происходит. Вот тут мы с вами сошлись. И церковь, ведь сначала идеология была построена на то, что церковь должна занять место вот этой коммунистической идеологии, которая не состоялась, которая была разрушена в 80-е годы, в перестройку. Вместо Компартии вы хотите сказать? Вместо Компартии. Но не справилась церковь с этим. И тогда нужно было просто найти новую идеологию. Вот сейчас идет поиск этой новой идеологии. То есть вы хотите сказать, что Компартию завели в церковь? Завели? Или... Завели. Завели в церковь. И переодели, да? А вы вспомните, как стояли наши боссы коммунистические, и прочие профсоюзные. Профсоюзные и крестились, и кланялись, и свечки ставили. Поэтому невозможно, переодевшись, сняв один костюм, и войдя просто в другое здание, переменить себя изнутри. Но не происходит это почему-то в народе. Нет покаяния, нет христианства. Наверное, здесь только молиться нужно, чтобы пришел Господь и изменил сердца народа. Еще поститься. Можно я нашему светскому участнику, агностику, Сергею Лакпику. Сергей, ну, во-первых, если вы что-то хотите сказать к тому, что сейчас вот горячо говорилось, можно еще так, может быть, поставить вопрос. Мой дед Лазарь Гиндин, который в войну возглавлял Тамбовский куст госпиталей, полковник медицинской службы, у него в числе подчиненных был епископ Лука Война-Ясенецкий, знаменитый, я бы даже сказал, великий и святой хирург. Он воевал четыре года, но и до войны, и после войны. Он был одним из выдающихся дерматологов России, возглавлял институт дерматологии. И он не придавал большого значения своим орденам и медалям, как и мой отец, который был великий педагог, работал с Макаренко и Колобариным, после войны работал в детдомах. Трижды его исключали из партии, потому что он боролся с воровством в детдомах. И в конце концов его упекли на 18 лет. Моя мать, орден, естественно, натушил зажигательные бомбы на Плющихе, на клинической, на нашей. Но она потом еще 40 лет была учительницей и педагогом. Почему выходить 9 мая? Почему бы не выйти 1 мая с портретами вот этих же наших родителей, дедов? Кто в белом халате, кто с указкой, моя мама и моя бабушка, учителя? Зачем из 70 лет жизни, из 50 лет активной жизни мы выбираем вот эти 4 года, а не те 40, 50, 60 лет, которые люди созидали? Как бы вы это объяснили? Знаете, я уже говорил вам об этом. Ну, давайте еще раз повторю. Вообще, Бессмертный полк возник как некое воспоминание, связанное с абсолютно конкретным периодом истории и с совершенно конкретным, наверное, все-таки днем в нашем календаре. И через это уже дальше открывается проекция, перспектива на жизнь поколения в принципе. Но всегда должно быть какое-то понятное окно, в которое человек бы заглянул, да, и там дальше для себя что-то увидел. Ну, или не заглянул бы и прошел мимо. Поэтому там 1 мая, ну, скоро будет 1 мая 9-го. Если так вот все будет продолжаться, как идет, и пекари пойдут там, и все остальные, и будет это весело, и под барабанный бой там, да, и людей не погонят, сами пойдут. Потому что, ну, как бы на самом деле это все немножко подменяет смыслы, вот эта вся шумиха праздничная, да, веселая. Поэтому, ну, мне странен вопрос, я дал вам на него странный ответ. А вообще, честно говоря, вот, ну, я слышал, опять обобщение, да, я большой противник обобщения. По образованию историки я понимаю, что история – это очень такая наука, которая не любит как бы вообще, а любит очень конкретно поговорить о событиях, о людях, о мотивах и так далее. И вот на самом деле, ну, что мы, очевидные вещи, да, сейчас обсуждали. То, что нынешние немцы – это не фашисты, да, и парень, который выступал в Бунденстаге из Нового Уренгоя, он говорил тоже очень понятные вещи, что даже в немецкой армии не все были, вот туда пришли добровольно, да, были люди, которые попали на эту войну вынужденно, да, как бы его потом закидали, там заплевали и так далее, и так далее. Я, кстати говоря, считаю, что он ничего такого не сказал, что превратило бы его в какого-то изгоя. Слава богу, вот надеюсь, что это на его жизни повлияет. Но это же очевидно, что Сталин был фактически диктатором, да, да не фактически, а диктатором похуже, возможно, Гитлера. Во всяком случае, по отношению к собственным народам. Ну, то есть, вот мы говорим об этом и считаем, что вот это все отрицается бессмертным полком, да, это не так. Бессмертный полк – это миллионы людей, понимаете, вот очень разных людей. И кто-то из них считает, что Сталин выиграл войну. Кто-то терпеть на дух Сталина там не переносит. Понимаете, вот диапазон такой. И тем не менее, если человеку важно в этот день там помнить, и если этот день – начало цепочки памяти, вот про тот 20-й век, который начинался с большой трагедией в 17-м году, и вся эта кровь, которую мы перечисляли, это, в общем, тоже, мне кажется, очевидные вещи, во всяком случае, в нашем разговоре. Никто не считает советскую власть, и Советский Союз идеально устроен. Он был построен на насилии, на огромном насилии, на колоссальной крови, понимаете. И в моей семье один прадед был за красных, один за белых. И так было во многих семьях. И это тоже до конца еще всерьез неосмысленно. Поэтому вот что я думаю, я думаю, что нужно стараться избегать обобщения, в любом случае. Потому что конкретные примеры, они другие. Вот вчера нам написали ребята-поисковики, на месте боев они подняли медальон солдата. И они стали искать его родственников. Я зашел на наш сайт, а сайт – это тоже бессмертный полк, это тоже личная память. Там 419 тысяч личных историй, которые записали люди, имен. Это уникальная база данных, понимаете. И это возможность хранить эту память, хранить не просто на сайте, но и пополнять ее новыми сведениями. И на этом сайте я нашел родственников этого человека. И вчера я их просто вот связал с поисковиками, там радость была человеческая. Мне написала женщина из Америки, Наташа, у ее деда очень понятная солдатская судьба. Он оказался в плену и опасаясь возвращаться в Советский Союз, понимая, что там его ждут сталинские лагеря, он ушел на Запад. Уехал в Канаду, потом в Америку. И Наташа у нас на сайте нашла историю, которую вложили люди, она сочла, что это родственники, что это, скорее всего, семья брата деда. По тем воспоминаниям, которые хранились у нее в семье в Америке. И они даже сделали ДНК, анализ, и действительно, они оказались родственниками. Я перед 9 мая получил от нее письмо, она была в России, и писал о том, что у нее теперь такая огромная семья, это счастье было человеческое. Вот для меня вот это бессмертный полк, понимаете? Вот эти человеческие, конкретные истории, за каждой из которых стоят обыкновенные люди, а не какой-то там Иосиф Иссарионович Сталин, который, безусловно, был тираном и палачом. Спасибо. Юрий Кириллович, вы разделяете надежду на то, что из акции «Бессмертный полк» когда-нибудь вырастет акция «Бессмертное христианство», «Бессмертный протестантизм» и так далее? Нет, эта идея, которая обращена во прошлое, в историю, она в моем представлении, конечно, занимает наше сознание, создает иллюзию такого вот. Почему иллюзию? Потому что на самом деле надо понимать, что сегодняшний человек должен решать свои проблемы, отталкиваясь от той реальности, в которой он находится. Осознание себя должно происходить вот в окружении той реальности, в которой он живет, а не в том, что когда-то, в 40-70-80 лет назад, его дедушка погиб на войне. Это на самом деле подмена. Сегодня дезориентация людей, которые вовлечены в эту динамику, в прошлое. И как это может способствовать определению меня сегодня с целями, которые мы видим, решать глобальные судьбы мира, решать глобальные судьбы нашей страны, на основании чего? На основании вот этого вот кровожадного чувства мщения мы победим снова. Мы можем повторить. А если бы христиански, что бы вы предложили? Если бы христианство, я бы повторил то, что сказал Инна Владимировна. Нам нужно взять открытие Евангелия, осознать человеческую ценность в глазах Божьих, как образ и подобие Божие. И его миссию на этой земле, как миссию, которая исходит от Бога, а не от Политбюро. Она исходит не из полей сражения, она исходит из откровения Божьего. И когда вот мы эту миссию доверяем людям, когда мы ее раскрываем людям, когда людях производит то, что она сказала, рождение свыше, когда человек осознает себя Божьим творением, у него тогда ориентация жизненная возникает на перспективу, на вечную перспективу, а не в могилу 45-го года. Говорил Юрий Сипко. На этом мы заканчиваем программу «Радио Свобода с христианской точки зрения», посвященную акции «Бессмертный полк». В ней участвовали один из организаторов «Бессмертного полка» по скайпу Сергей Лапиков, Юрий Кириллович Сипко, Инна Владимировна Фризман. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok